Армения, которая крепко держится за демократию, попадает в заголовки газет из-за все более жестоких уличных протестов. Количество людей, пострадавших в столкновениях между полицией и гражданами, растет с каждым днем, и этот процесс показывает, что протесты не прекратятся до отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Однако здесь также привлекают внимание некоторые странные моменты. Например, спокойствие премьер-министра Армении, отвлекающего внимания общественности ежедневными публикациями в социальных сетях и так далее, похоже, демонстрирует некоторую уверенность в правительстве Армении. Никол Пашиняна не рассматривает продолжающиеся протесты под руководством священнослужителя Баграта Сарбазана Голстяна как проблему для себя. На самом деле он предпринимает шаги, подобные его всестороннему другу Эммануэлю Макрону, который недавно проиграл право ЦН-300 на недавних выборах в Европейский парламент. У Макрона также было похожее отношение к протестам во Франции. Даже в Новой Каледонии он завоевал ненависть масс, особенно канагского народа, и потерпел поражение на политической арене после своего решения распустить парламент. Пашинян, с другой стороны, игнорирует то, что происходит в его маленьком мире, то есть в Ереване, и продолжает свой политический курс, как будто ничего не произошло. Но интересно то, как западные институты относятся к этому. Несколько дней назад действующая в Америке организация Freedom House высказала нелепое мнение о подготовке к мероприятию КОП-29, которая состоится в Азербайджане, что прояснило многие вопросы, связанные с целью ее деятельности. Этот институт, который не мог скрыть своего проармянства, на мгновение забыл о своей миссии и вмешался в дела, которые его совершенно не касались. Тот факт, что Freedom House представил прогнозы по экономическим вопросам вместо того, чтобы прокомментировать ситуацию с протестующими, которые каждый день получали ранения и давились полицейскими дубинками в Ереване, ясно показал, насколько двойными стандартами оперирует институт. Они действуют так, как сказано в японской пословице, «не смотри на зло, не слыши зла, не говори зла». Однако в информации говорится, что правительство использовало каскадерные гранаты, чтобы предотвратить нападение протестующих на здание парламента. Противостояние с протестующими переросло в хаотичную конфронтацию. По данным Министерства здравоохранения, по меньшей мере 101 человек обратился за медицинской помощью после столкновений. С тех пор 66 из них были выписаны, а 32 остаются госпитализированными с травмами от легкой до средней степени тяжести. В результате насилия также пострадали 17 сотрудников полиции. По меньшей мере 98 человек были задержаны во время протестов. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту участия в насильственных действиях против правоохранительных органов. Подозреваемые по этому делу пока не названы, и протесты продолжаются. Разные взгляды на ситуацию в Ереване. Тот факт, что Армения сегодня сталкивается с трудной дилеммой перед лицом требований Азербайджана, заставляет ее действовать по разным сценариям. Некоторые эксперты отмечают, что нынешние протесты в Ереване идут на пользу Пашиняну, поскольку они полагают, что он делает из этого щит для себя. Этим он выигрывает время как перед требованиями Азербайджана, так и до тех пор, пока боссы на Западе не протянут ему руки помощи. Например, то, что Франция хочет разместить свой военный контингент в Армении, не является случайным решением, учитывая ее самую сложную ситуацию. Пашинян, вероятно, в мгновение ока остановит протесты в Ереване, представив французский сценарий. То есть ввод французского военного контингента в страну также означает создание милитаризации внутри страны. Администрация Пашиняна также знает, что Баку с осторожностью относится к любым вариантам Еревана. Требование есть требование, у Армении есть только один выбор, выполнить требование, изменение Конституции Армении, то есть одобрение признания Карабаха территорией Азербайджана, а не составной частью Армении, в первом параграфе Конституции Армении. Возвращение остальных деревень и открытие Зангизурского коридора. Также рассмотрение парламентом Армении вопроса о возвращении западных азербайджанцев в их бывшие дома предков. Все эти и другие вопросы являются обязательством перед Арменией, и до подписания мирного соглашения Ереван должен предпринять шаги в этом направлении в рамках условий, установленных Баку.